который я забыл включить, и еще раз с вами поздороваюсь. Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в Директ Академии, и сегодня наш вебинар будет называться «Эксклюзивная тематическая коллекция Теология в университетской библиотеке онлайн». Однако я хотел бы для начала выполнить свои функции постоянного ведущего и рассказать вам о том, что у нас в ближайшее время будет в Директ Академии. Пожалуйста, перемотайте свой чат в самое начало, и вы увидите ряд полезных ссылок, четыре полезные ссылки, которые я привел в самом начале. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием вебинаров, и на этой странице вы можете зарегистрироваться на любой вебинар нашего предстоящего расписания до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Настоятельно рекомендую вам подписаться на наш канал, потому что уже сейчас там более 600 записей наших вебинаров. Вебинаров в Директ Академии – огромная коллекция записей, база знаний. Запись этого вебинара также ведется, и сегодня вечером она появится на нашем канале. Ну, как только отконвертируется запись формата MP4, сразу же мы ее выложим на наш канал. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта с онлайн-курсами. И я хотел бы заметить, что уже 28 января, совсем скоро, во вторник следующий, у нас начинается курс, который называется «Библиография для небиблиографов». Впервые мы запускаем этот курс, этот курс Татьяны Телегиной. И я думаю, что это будет очень хороший курс, судя по нашим обсуждениям. Уже достаточно много людей записалось на этот курс, более 20 человек. И я вас также приглашаю на этот курс. Еще не поздно на него попасть. Ну, раз уж я заговорил об этом курсе, давайте я все-таки дам ссылку на него, непосредственно на него. Одну минутку. Вот теперь уже в конце нашего чата ссылка на этот курс, на лендинг, на страницу этого курса, где вы можете прямо из формы запросить договор на участие в этом курсе, и наш менеджер с вами свяжется. Кроме того, если говорить про наши курсы, в конце февраля запустится наш следующий курс, который будет посвящен онлайн-тестированию и разработке заданий, учебных заданий. Это для преподавателей курс. И в самом начале марта начнется наш курс, посвященный арт-терапии. Все это вы сможете найти на странице наших курсов. А, наконец, последняя наша ссылка, вот в том красном блоке текста в самом начале, она рассказывает о том, как приобрести сертификат сразу после посещения нашего вебинара. В самом конце вебинара я выдам всем сертификаты. Их можно будет приобрести на странице сертификатов. Ну и традиционно я хотел бы дать информацию о трех следующих вебинарах, которые состоятся у нас уже на следующей неделе. Итак, в конце чата, обратите внимание, 27-го числа Мария Зяблицкая, которая уже стала, уже третий вебинар у нас проводит. Мария из компании Movavi. Это российская компания, которая выпускает программное обеспечение для работы с видео и другими медиа. Вот. И следующий наш вебинар, который состоится 27-го января в 12 часов, видеоприложение Movavi для образования. Да, предыдущие наши вебинары с Марией прошли на ура. Было достаточно много людей. И я думаю, что вам тоже будет интересно. Следующий вебинар 28-го числа пройдет в цикле «Новое поколение». И наша постоянная ведущая Ольга Кондратьева. Кстати, это одна из авторов, курс, который я только что объявлял. Это курс «Арт-терапия», который начнется в самом начале нашего марта. А во вторник, 28-го числа, ее вебинар «Аутизм. Современные подходы к диагностике и перспективы развития ребенка». Ну и, наконец, 29-го числа наш генеральный директор, генеральный директор компании «Директ Медиа» Константин Костюк и его вебинар «От книги к блогу. Куда уходит книга». Ну, вебинары Константина Николаевича всегда достаточно интересные. Очень рекомендую вам на этот вебинар зарегистрироваться. Ну что ж, я думаю, что обязанности моей, как постоянного ведущего директ-академии, исчерпаны на этом. И я перехожу, собственно, к освещению темы нашего сегодняшнего вебинара, который называется «Эксклюзивная тематическая коллекция теологии в университетской библиотеке онлайн». Ну, конечно, надо пару слов сказать о самой нашей университетской библиотеке онлайн. Университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании «Директ Медиа». Компания «Директ Медиа», вообще говоря, занимается достаточно многими продуктами. Это один из продуктов. Подскажите, пожалуйста, нормально ли вы меня видите и слышите? Потому что у меня почему-то изображение немножко подвисает. Нормально, да? Ну, значит, это... Да, спасибо, все. Потому что у меня почему-то очень-очень сильно рывками все происходит. Если бы у вас это было бы, я бы отключил видео. Но так лучше оставим. Ну что ж, продолжим. Итак, это наш главный продукт. А вообще-то у компании «Директ Медиа» очень много разных продуктов. «Директ Медиа» – это традиционное издательство электронное. У нас есть много бесплатных продуктов и частично платных, таких как «Энциклопедиум», «Арт Портал» и так далее. Также у нас есть варианты ЭБС для различного типа пользователей. Наш... Да, несколько цифр про нашу ЭБС. У нас, вот последним моим сведением, более 136 тысяч изданий в ЭБС. Более 450 вузов подписчиков у нас. Мы агрегируем более 25% рынка ЭБС. В России у нас информация по России только по процентам. Более 400 издательств с нами сотрудничают. Из них примерно 150 издательств – это вузовские издательства, небольшие. Из этих издаст 60 вузов, так называемые учебные двадцатки, определяющие рынок учебников. Ну и дальнейшие большие цифры, показывающие количество наших пользователей потенциальных, количество книгообращений и так далее. Хотел бы отметить, что наше ЭБС – это не все. И более того, даже внутри нашей ЭБС мы придерживаемся принципа «больше, чем ЭБС». То есть храним в нашей ЭБС не только книги, но и различные форматы электронного контента, мультимедиа-контент. У нас действуют проекты Art Portal и Encyclopedia совсем в сторону, скажем так. Они освещают несколько иные аспекты электронной издательской деятельности. У нас действует печать по требованию Printed Demand, так что мы не только электронное издательство, но можем выступать и в качестве бумажного издательства. У нас есть большой пул собственных изданий. Тут мы выступаем как чистое издательство уже. Ну и занимаемся многими еще вещами, интеграцией со многими системами. В частности, одна из самых таких серьезных наших интеграционных проектов с антиплогиатом. Занимаемся продвижением в РИНС и так далее, и так далее, и так далее. Ну и мы готовим контент для разных наших аудиторий. Для дошкольников. Это наш проект «Новое поколение», и в частности он хорошо представлен у нас в Директ Академии. Каждый вторник у нас спикеры, которые освещают вопросы дошкольного и раннего школьного образования. Это проект «Библиошкола», по сути дела ЭБС для школ. Это проект «Университетская библиотека онлайн для СПО», для среднего профессионального образования. Собственно, наш главный проект «Университетская библиотека для ВПО», для высшего образования. Далее наш проект «Библиотека нонфикшн» для ЭБС для публичных библиотек. Бизнес-библиотека – это ЭБС для бизнеса. Ну и дальше порталы, арт-портал «Энциклопедиум» для широкого круга пользователей. Ну и, собственно, Директ Академия – это наш образовательный и просветительский проект, который занимает особую строку, можно сказать. Перейдем все-таки ближе к теме нашего сегодняшнего вебинара. Наша ЭБС традиционно достаточно серьезно занимается продвижением своих услуг среди духовных учебных заведений как, собственно, религиозных учебных заведений, так и гражданских учебных заведений с религиозным подтекстом. Во-первых, более 40 православных духовных семинарий Академии и… Забыл слово. Ну, будем считать, семинарии Академии на нас подписаны. Также подписаны такие очень видные на нашем вузовском небосклоне звезды православного обучения, как Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет, Московский православный институт святого Иоанна Богослова. Так вот тут, извините, попало лишнее слово «бизнес-библиотека», оно пришло из случайности сюда, проникло, прошу меня прочесть. Ну и также общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Павел Валерьевич, список православных духовных семинарий и Академий практически полностью соответствует тому, что… полному списку. То есть, ну, считанные единицы семинарий на нас не подписаны. Вот, так что тут, тут понятно, практически 100%. Но я не стал приводить примеры отрицательные, наоборот, ну, просто скажу, что почти все. Почти все. Вот. Ну, мы проводим наш сегодняшний вебинар не только для, собственно, религиозных учреждений учебных, да, но и для многих гражданских учреждений, в которых есть соответствующие кафедры и которые аккредитованы на специальность теологию. Их я не стал сюда включать, но у многих на слуху такая кафедра, например, есть в Московском физико-техническом институте в МИФИ и так далее. Да, спасибо. Я сейчас посмотрю этот список, он ли это примерно… Да, я видел этот список, ну, тут, да, вот из духовных училищ у нас, может быть, охвачено не так много, а вот духовные семинарии, ну, почти все, по России почти все, а в других странах, в нашей епархии, в нашей юрисдикции православной церкви, но в других епархиях, может быть, не каждая. Вот. Так, дайте я вернусь в то окно, где у меня вебинар ведется. Итак, не буду давать здесь точного определения теологии. Ну, нас, как электронную библиотеку, устраивает вот такое вот представление… Ну, неопределение, а одно из таких частных определений теологии, как комплекса дисциплин, позволю себе зачитать его. Теология представляет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а также связанных с ним учениях и нравственных формах и формах богопочитания. Ну, вот примерно то, о чем мы хотели сказать. В данном случае нас интересует вопрос частный о том, что это комплекс дисциплин. И, собственно, эти дисциплины мы пытаемся представить у нас в электронной библиотечной системе. В настоящее время десятки вузов выдают дипломы бакалавров и магистров теологии, и это не только религиозные учебные заведения, но и светские учебные заведения. Эта традиция у нас возобновлена совсем недавно. И я хотел бы отметить, что несмотря на то, что российской теологической, или, как у нас говорят, богословской традиции много веков, но эта традиция, к сожалению, была прервана после революции и переместилась в основном в русское зарубежье, где продолжало развиваться там достаточное количество было интересных мыслителей религиозных. Но после 1985 года традиция была возобновлена, и потихонечку теология стала возвращаться сначала в философскую мысль, религиозную мысль, а потом стала возвращаться и в вузы, и в науку. Хотя по поводу науки много копий было сломано, но это нас сейчас не касается, нас больше касается, собственно, процесса обучения. Ну и мы, как электронная библиотека, тоже включились в этот процесс, в процесс возобновления традиции теологической и у нас в нашей ЭБС представлено достаточное количество литературы, о которой я, собственно, и расскажу чуть-чуть попозже буквально. Если смотреть, какие издания, издательства у нас представлены в электронной нашей университетской библиотеке онлайн, из тех, которые занимаются вопросами, кое можно причистить к теологическим, издают соответствующие издания, их можно привести достаточно много. Вот здесь, сейчас на двух экранах, на одном не уместилось, издательства, которые только в последние годы появились, без дореволюционных и зарубежных издательств советской поры. Ну вот, посмотрите, издательство «Алтея», «Белорусская книга», «Гнозис», «Куберская земская типография», конечно же, наше издательство «Директ-Медиа», издательский отдел Московского Патриархата, «Реполклассик», «Современник», издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, институт научной информации «Инион» РАН, институт экономических стратегий, Кагита-центр, креативная экономика, «Маджани», «Наука», «Научный эксперт», новое издательство «Прогресс-традиция», «Прометей», издательство Свято-Тихоновского университета, кстати, достаточно много книг у нас из Свято-Тихоновского университета, «Рукописные памятники», это издательство так называется, «Рукописные памятники Древней Руси», «Сибирская благозвонница», достаточно известное издательство, «Тетра-Систем», «Типография», «One Book.ru», «Типография-литография» Ефимова, «Флинта», очень известное издательство, «Школа языки русской культуры» и «Издательство языки славянской культуры». Это не полный список, так можно сказать, то, что прямо на слуху. Ну и, разумеется, еще примерно в два или три раза больше издательств, если брать вместе с издательствами дореволюционными и издательствами зарубежными, которые выпускали русских религиозных мыслителей в вот это межвремение с 17 по 85 год. Разумеется, наше собственное издательство, издательство «Директ-медиа», очень широко представлено в том списке, который я хочу вам сегодня представить. И заодно скажу, что я имею в виду здесь под длинным списком и коротким списком. Сейчас мы это немножко расшифруем. Итак, если говорить так вот, по большому счету, 629 изданий мы можем свободно отнести к понятию «теология». Ну, а если быть более точным, к направлению бакалавриата «теология», которые мы активно продвигаем у нас в ВБС. Теперь немножко по поводу длинного и короткого списков. Так, сейчас я снова включу. Да, я хотел бы пара технических, точнее, один технический момент. Вы прямо сейчас имеете возможность скачать, во-первых, мою презентацию в формате PDF, и, во-вторых, два списка. Два списка в формате Excel. Первый из них называется «тематический блок», и второе называется условно чисто «теология индивидуальная». Первый большой длинный список – это практически полный список всех изданий, которые в той или иной степени можно ассоциировать с понятием «теология». Содержит он около 7 тысяч изданий, из них примерно треть более-менее новые. Ну, из новых тоже достаточное количество является переизданиями старой литературы. Но все-таки старая богословская традиция у нас достаточно сильна, и ее... Как это исчезли? Я их вижу. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, есть ли списки у вас в разделе «Ресурсы»? Есть, да? Ну, Ирина Львовна, я могу вам посоветовать единственное перевойти в вебинар. Может быть, что-то не так получилось. Да, есть тематический блок, и вторая теология индивидуальная. Пропадал там единственный файл, PDF-файл, который не дозагрузился. Я его снова возобновил. Это была моя сегодняшняя презентация. Итак, тематический блок большой. Это тематический блок, который включает около 7 тысяч произведений в той или иной степени, привязанных к слову «теология». Блок, вычитанный, специально высмотренный нашими специалистами, библиографами, забыл слово. Там достаточно много граф, можно фильтровать по очень многим параметрам, достаточно удобно, на мой взгляд. Ну и короткий список. Это список более частный. Это те издания, которые выбраны специально, подобраны были под программу Московской духовной семинарии. под ее учебный план, под учебный план теологии. И там более частная выборка, но зато больше привязки к конкретным дисциплинам. И ее, я понимаю, что в каждом вузе может быть свое наполнение, направление теологии, но примерно как образец ее можно использовать во многих случаях. Поэтому я привел и тот, и другой пример. Позже я еще покажу, как это все можно найти в других местах. После того, как я и предполагал, после того, как перевойти в вебинар, все исправилось. Ну, очень хорошо. Я очень рад. Итак, вот из этого длинного списка 629 изданий, это издание Директ Медиа, из второго короткого списка 328. И там, и там, это примерно десятая часть всего списка. Ну, можете представить, достаточно серьезная часть. Что входит в этот короткий и длинный список? Это книги, словари, монографии, достаточно обширная периодика, которая занимает от четверти до трети всего списка. Та литература, которая у нас есть, она может подразделяться на учебную литературу, научную литературу, такую, как монографии. А, собственно, про монографии уже написано в предыдущем. Научная литература, религиозная литература, историка, документальная литература и публицистика. Ну, можно еще несколько рубрик привести, но вот примерно, примерно вот так можно поделить всю литературу из того, что мы отнесли к теологии. Где тематический блок? Елена Юрьевна, у нас есть такое, такое окошко, которое называется ресурсы. Если оно у вас не включено, справа от нашей презентации нажмите, пожалуйста, на кнопку в виде серой папочки, которая расположена в правом верхнем углу нашего вебинара, среди кнопок. Вот, тогда сможете скачивать то, что помещено в этот раздел ресурсы. Как можно добраться до всего, что связано с теологией в университетской библиотеке онлайн? Есть несколько путей. Самый простой, это просто воспользоваться поиском. Самый простой, но хотел было сказать наименее интеллектуальный, но на самом деле нет. Различия объясню, просто это очень разные пути. Второй способ, посмотреть из рубрикатора. Третий способ, воспользоваться сервисом книгообеспеченности. С сервисом книгообеспеченности можно воспользоваться только имея роль не ниже преподавателя, то есть библиотекарь или преподаватель. Вы должны быть, чтобы увидеть книгообеспеченность. Ну, или также можете воспользоваться сервисом профильные блоки, которые можно вывести прямо с главной страницы нашего сайта. Либо запросить, в данном случае просто загрузить те таблицы две, которые я вам сейчас предоставил. Они во многом соответствуют предыдущим двум пунктам. А вот, давайте разбираться в обратном порядке. Почему в обратном порядке? Потому что по мере интеллектуальности того списка, который вы получаете. Последние два пункта, они самые главные. Итак, с главной страницы ЭБС вы можете попасть в раздел сервисы. Давайте я начну рисовать, как я это люблю делать на вебинаре. вот здесь вот прямо в меню, в главном меню выбирайте сервисы и там профильные блоки. Далее мы с вами попадаем в список, большой длинный список, но я его сразу сделал менее длинным. Вот здесь вот введя первые две буквы того, что я хотел бы искать, я мог бы ввести буквы теология или те или ну я ввел ре. И сразу весь список стал гораздо меньше и в нем вы видите ссылку, которая называется религия теология. Я пока на эту ссылку не нажимал, поэтому вот здесь у нас пока еще не теология, а что-то другое хранится. Итак, нажимаю на эту ссылку и появляется религия теология, произведенный вот здесь вот нам показано, что 7286 изданий выбрано сюда, и это как раз соответствует тому большому тематическому блоку, который можно скачать у нас в общедоступных ресурсах. Только здесь он представлен в электронном виде онлайн весь этот список, а там это Excel файл. Вот. Так, что-то я еще хотел сказать. Одну минутку. О, здесь у меня почему-то два одинаковых файла, я хотел что-то еще. А, у меня, к сожалению, пропал. Ну, хорошо, я пропал один кадр, который показывал, как это все сохранить. Вот здесь вы можете нажать на кнопку «Выберите действия» и в выпадающем меню можете выбрать «Сохранить» в виде таблицы Excel и сохраниться в таблицу, похожую на ту, которую я вам сейчас предоставил в ресурсах. Вот. Конечно, это все будет действовать у вас только в том случае, если вы подписаны на основную базовую коллекцию в университетской библиотеке онлайн. Если вы подписаны каким-то более причудливым способом, например, на отдельные коллекции только, или даже на отдельные книги, вам это будет недоступно. Что делать в этом случае, я скажу в самом конце нашего сегодняшнего вебинара. Следующий пункт, как можно посмотреть, но не всем это можно посмотреть, а скорее это функция, которая может быть вам подключена, если вы захотите. Как я уже говорил, мы выполнили некоторую более глубокую фильтрацию, и из этого всего списка теологии выбрали и распределили по дисциплинам книги по учебному плану Московской духовной семинарии. Так вот, где это все можно найти, вы можете войти, в том случае, если это уже подключено, но нет проблем ее подключить, эту возможность, если вы хотите. Надо просто нам сообщить об этом. Итак, входите в книгообеспеченность, для этого вы должны войти в свой личный кабинет. Это делается так. Вот здесь нажимаете на маленький треугольничек, и в выпадающем меню выбираете «Мой ВУЗ». Появляется вот такое окошко, в котором набор вкладок, и здесь нас интересует вкладка «Мой ВУЗ», в которой есть пункт меню под названием «Книгообеспеченность». По поводу книгообеспеченности у нас целый особый вебинар был, я поэтому сильно об его интерфейсе рассказывать не буду, расскажу только о том, что интересует нас. Итак, попадаем в книгообеспеченность, я нахожусь в нашем тестовом ВУЗе, где теология подключена. выбираем вот здесь УГС, укрупненную группу специальностей и выбираем укрупненную группу 48.000.000 теология. Вот здесь нажимаем на наш выбор и попадаем туда, куда нам надо. Вот она наша теология появилась. Здесь у нас выпадающий список самого нижнего уровня. В данном случае у нас представлена теология, периодика и периодики дисциплины догматическое богословие. всего книг в разделе теология 4613. Это как раз соответствует нашему второму маленькому файлу, который называется теология индивидуальная. Из ней периодика занимает 1649. Как я говорил, примерно треть занимает. Ну, а книг в периодике, которые посвящены догматическому богословию 46. Если мы откатимся на шаг назад и посмотрим, здесь, правда, общая цифра закрыта, вот здесь она должна быть где-то под этой менюшкой. Второй выбор вот здесь два выбора. Это периодика и бакалавриат. Вообще говоря, здесь могла бы быть еще и магистратура, но ее пока у нас нет. Это очень особый разговор. Магистратура. Так вот, книг для бакалавриата 2964. Также здесь есть у бакалавриата богатый выбор дисциплин. Вот здесь вот. Да, это мы уже показывали. Здесь показано, как смотреть количество книг. Вот оно, количество книг всего. Количество книг для периодики, количество книг для последнего, самого нижнего уровня иерархии, дисциплины, которая называется догматическое богословие в данном случае. Ну и какие у нас вообще есть дисциплины? В данном случае включаем теологию бакалавриат и смотрим, какие есть дисциплины. дисциплин у нас 37 представлено. Из них все-таки большинство заполнено, конечно, дополнительной литературой, но во многих дисциплинах более 20 дисциплин имеют также и разделы основной литературы. Напомню, по учебному плану Московской духовной семинарии. Какие это дисциплины? Давайте я их назову. Апологетика, введение в библистику, введение в специальность, гомилетика, догматическое богословие, древнегреческий язык, история профильная, история западных исповеданий, история поместных церквей, русской православной церкви, история древней церкви, история нехристианских религий, каноническое право, концепции современного естествознания, литургия, миссиология, новейшая история западных исповеданий, новейшие нормативные документы РПЦ, нравственное богословие, пастырское богословие, ну и продолжаю. Патрология, правовые и экономические основы деятельности РПЦ, практическое руководство для священнослужителя, психология, русская литература, русская патрология, русская религиозная мысль, священное писание Ветхого Завета, Нового Завета, сектоведение, теория и история православного искусства, теория и история церковного искусства, философия профильная, церковно-славянский язык, церковные пения, церковно-славянское пение, церковь, государство и общество. Вот эти 37 дисциплин в той или иной степени все покрыты какой-то литературой. Не все покрыты современной учебной литературой, но какой-то литературой покрыты все. Вот здесь, например, представлено одно из таких достаточно хорошо наполненных дисциплин, которое называется догматическое богословие. всего 120 книг, из них 6 книг в основной литературе, все достаточно новые, которые можно использовать в учебном процессе, как учебники, а не как дополнительную литературу. Ну, и я хотел бы отметить, что из любого уровня вы можете скачать книги, список книг, прошу прощения, список книг можете скачать. Итак, всего здесь представлено 7478 книг, но это вообще в книгообеспеченности, это не в теологии, имейте это в виду. Из них в теологии представлено 4613 книг, и их можно скачать по вот этой вот кнопке. Из них в бакалавриате, журналами, то есть те издания, которые не являются журналами, периодическими изданиями. В бакалавриате присвоено почти 3000 книг, 2 964 книги, и скачать их можно по вот этой кнопке. Ну, наконец, вы можете захотеть скачать список книг короткий по какому-нибудь конкретному предмету, по дисциплине какой-то, и тогда вы используете вот эту вот кнопку. И любой из этих вариантов скачается у вас в виде таблицы, даже дальше можете с ним работать. Еще раз хотел бы обратить внимание, что все это в настоящий момент находится в книгообеспеченности, и с этим можно работать по правилам работы книгообеспеченности. Если вы хотите подробнее об этом узнать, поищите на нашем видеоканале на Ютубе последние наши вебинары, посвященные книгообеспеченности, и сможете тогда понять, как тут оперировать. Тут очень много разных операций можно делать, переносить книги из дисциплины в дисциплину, искать новые книги вот здесь, фильтровать это все, в общем, много-много разных интересных вещей. которые могут вам понадобиться, потому что конкретно вот этот расклад по дисциплинам может для вас не подойти, у вас могут быть какие-то другие дисциплины, и тогда вы сможете на основе этого организовать собственные дисциплины, наполнять их по-своему, как-то переносить отсюда туда, в общем, делать какие-то действия, необходимые для того, чтобы наполнить ваш учебный процесс так, как вам это хочется. Ну и, наконец, если вы что-то здесь не нашли, ну, собственно, естественно, любая ЭБС это всегда несколько больше, чем весь пул необходимой литературы, который нужен, хотя мы стараемся обеспечить по возможности полно наших клиентов. Вот, если что-то вам очень надо, вы можете запросить этот контент, и мы постараемся его для вас найти. Для этого надо просто нажать на кнопку «Запрос контента», и в любой форме, например, в формате «Одна строка одно издание» написать тут список той литературы, которая вам нужна для вашего учебного процесса. Потом просто нажимаете «Отправить заявку», и у нас эта заявка появляется у наших администраторов, которые потом агрегируют эту информацию и по возможности ее исполняют. Возможно, даже мы либо закупаем эту литературу, либо, если это неправная литература, где-то ее находим, оцифровываем и выкладываем в нашу ЭБС. Теперь более обычные способы нахождения книг рассмотрим. Вы можете просто воспользоваться нашим каталогом. Все они работают немножко по-разному. Сейчас я различия объясню. Можете просто воспользоваться нашим каталогом, причем поиск каталога уже не требует никаких прав особых. Это может сделать и студент, если необходимо. Просто на главной странице нашего сайта выбираем каталог и в каталоге выбираем каталог. У нас три вида каталога по ББК, по ОГС и по разделам такой самый общий предметный каталог, если говорить в библиотечных терминах. Нам с вами понадобится каталог по ОГС. Итак, выбрали его. Здесь снова очень длинный список, который бы не поместился в высоту, если бы я не начал его фильтровать. Я сразу начал фильтровать по номеру. Мог бы и по первым буквам фильтровать. Набрал 48, и вывалилось две строки теологии, теология бакалавриат. И сразу вывалилось произведение по выбранному УГС 6026. Это не совпадает ни с одной из цифр ранее обозначенных. Дело в том, что тут отсев ведется немножко по-другому, более механистично. И я советую это только в том случае, если вам требуется не столько посмотреть литературу по самой теологии, сколько по литературу, которая принадлежит к направлению теологии. То есть там может быть не только теология, но и не только специальные дисциплины, но и общие дисциплины. И вот если мы нажмем на эту кнопочку, то увидим, что тут первыми как раз выскакивают книги, которые вроде бы к теологии отношения не имеют. Например, элементы высшей математики, профессиональная этика и так далее. На самом деле они имеют, но это скорее всего не то, что вы хотите сразу найти. Чтобы воспользоваться более тонким поиском в каталоге, я предлагаю вам воспользоваться вот этими фильтрами, они достаточно удобны. Здесь можно отфильтровать эти 6 тысяч изданий по автору и названию, по типу издания, по ББК, по уровню образования, ну, в данном случае бакалавриат и все. Другого у нас нету здесь. По дисциплине, по издательству и выбрать год, от какого года вы хотите эти издания получить. Как правило, когда вы начинаете выбирать здесь уже, то этот список приводится к какому-то более обозримому и более удобоваримому виду, который уже можно использовать дальше в своих целях. Ну, в частности, таким образом можно искать какую-то дополнительную литературу для того, чтобы поместить ее в ту же самую книгообеспеченность. Для этого, правда, правами надо обладать. То есть, если вы преподаватель или библиотекарь, то любую книгу, которую вы находите в ЭБС, вы можете по отдельной кнопочке послать в книгообеспеченность в нужное место, в нужную дисциплину. Вполне возможно, что в вашей конфигурации вам понадобятся те книги, которые мы по какой-то причине ни в книгообеспеченность, ни в большой список не включили, но это уже некие частности, связанные конкретно с вашим ВУЗом. Да, ну, здесь я это уже показал. Ну и, наконец, последнее, что вы можете сделать, а может быть, наоборот, первое, это воспользоваться общим или расширенным поиском. Общий поиск в самом начале, просто на самом верху главной страницы набираете нужное вам слово, в данном случае это слово теология, но вот тут как раз заключается некий нюанс, связанный с тем, что по поиску вам будет искаться слово теология, не принадлежность к области теологии, а слово теология. Соответственно, вывалиться могут совсем другие книги, и в поисковой выдаче будут отсутствовать, разумеется, те книги, где слово теология не встретилось, вот, но это не значит, что они не принадлежат к этой области, и тем более не значит, что они не принадлежат к этому направлению подготовки. Вот, но тем не менее, с другой стороны, поиск имеет и свои преимущества, потому что вы можете знать такие слова, которые не были учтены нами, какие-то очень специальные слова из теологии, по которым вы хотели бы что-то поискать. И в этом случае поиск, конечно, это лучшее, что можно предложить, потому что именно он поможет вам найти ту литературу, которая, возможно, ни в один из наших списков не вошла по какой-то причине. Может быть, потому что ее трудно было заподозрить в принадлежности к теологии, и, возможно, только на одной-двух страницах в какой-то графе обсуждается какой-то теологический вопрос, а книжка сама не имеет никакого отношения к теологии, но поиском такая книжка может быть найдена. То есть поиск, это с одной стороны такой путь в лоб, наиболее простой и наименее интеллектуальный, если вы ищите в лоб, а с другой стороны, это наиболее интеллектуальный способ поиска, если вы конкретно знаете точно, что вы хотите найти. Ну и в поиске есть, конечно, расширенный поиск, где вы тоже можете поставить ряд фильтров, примерно такие же фильтры, как в каталоге, но еще более продвинутые, например, здесь вы можете искать либо только в описании, либо сделать полнотекстовый поиск, вообще по всем текстом, это, правда, может занять некоторое время, тогда вам придется подождать, можете искать литературу с грифом или без, ну и масса других вариантов выбора тоже здесь есть. В данном случае просто по слову теология было найдено 616 документов, ну и вот эти документы, обращаю ваше внимание, что кроме того, уже после поиска вы можете воспользоваться фильтрами по авторам, по издателям, по датам, ну в данном случае это годы, а не даты, по дисциплинам, прошу прощения, и по жанрам, вот так вот, то есть ввести еще фильтрацию на поисковую выдачу. Ну здесь вот, видите, представлено несколько учебников, тут как раз наверху, в отличие от каталога, наверху вываливается в поиске, сначала вываливается учебная литература, а потом уже все остальное. Вот, ну и просто в конце хотелось бы представить несколько, конечно, я не могу представить здесь красивые обложки всех 7000 книг, которые у нас есть. Светлана Васильевна, ну ничего, посмотрите на записи, ничего страшного. Вот, ну вот, только некоторые из них, вот первые две книжки, насколько я знаю, это книжки издательства Свято-Тихоновского университета, следующая, не помню, не помню какая, но достаточно интересные и относящиеся к теме книжки. Теперь, что вам надо делать, если вы хотите всем этим воспользоваться? Если вы подписчик нашей базовой коллекции, просто попросить, и вам хочется иметь не только доступ к общему большому списку, но и к короткому списку, вот тому той опции в книгообеспеченности, о которой я рассказывал, просто добавьте, просто попросите вашего менеджера или не менеджера, на халпдеск обратитесь к нам, и вам добавят, вашему вузу добавят блок в книгообеспеченности бесплатно, без проблем. Если вы не являетесь нашими подписчиками, либо если вы являетесь нашими подписчиками, но у вас не подписана базовая коллекция наша, то есть вы подписываете отдельные книги или отдельные коллекции, издательские коллекции, но не подписаны на базовую коллекцию, тогда блок Теология можно приобрести отдельно. Обращайтесь к нашему менеджеру, которую зовут Юлия Долбилова, вот я привел ее мейл, она как раз занимается данным вопросом, и она поможет вам решить эту проблему. Это собственно не проблема, поможет вам подписаться на блок Теологии. Итак, тезис заключается в том, что вы можете быть подписаны на блок Теологии, не будучи подписанными собственно на все книги в нашей ЭБС. то есть вы можете только ради блока теологии подписаться только на этот блок в нашей университетской библиотеке, если это вам необходимо. Ну что ж, вот я уложился в наш час, у меня все, я надеюсь, я примерно рассказал о том, что вас ждет, я надеюсь также, что из тех Excel-файлов, которые я для вас расшарил, вы сможете понять, нужно это вам или нет, надеюсь, что нужно, надеюсь, что мы не зря провели эту работу по отбору изданий. Ну и сейчас я традиционно потрачу, наверное, минуту для того, чтобы, или две, для того, чтобы выдать сертификаты тому, кому это необходимо, и помещу ссылку на эту возможность. Одну минуту, я некоторое время отсутствую в вебинаре, только голосом с вами, надеюсь, вы меня за это простите. Делаю некоторые магические действия, чтобы выдать вам сертификаты. вопросы вы можете задавать либо прямо сейчас, либо Юлией Долбиловой, ее я привел координаты. Давайте я сейчас перемотаю лучик не к своим координатам, а к ее координатам, вот сюда, чтобы вы могли их записать, если необходимо. Так, и сейчас я завершу свою работу по выдаче. Осталось совсем немножко. Так, ну что, я выдал всем. У нас сегодня присутствовало 54 человека, каждый из них может приобрести сертификат. И сейчас я отмечу по какому, на какую страницу вам надо переместиться, чтобы этот сертификат приобрести. Одну минуточку Михаила Константина, сейчас я объясню, как это сделать. Итак, вы переходите по вот этой вот ссылке. Вводите либо свою фамилию, либо лучше e-mail в строке поиска, находите себя, находите в списке вам вываливаются все вебинары, которые вы посетили в Директ Академии, переходите по сегодняшнему вебинару, используете кнопку оплатить для того, чтобы вызвать Яндекс Кассу, оплачиваете, после этого обновляете страницу, снова находите себя и свой вебинар, и кнопка оплатить заменяется на кнопку загрузить сертификат. Вот и вся премудрость, обычно очень легко люди с этим и эту проблему решают. Так, ну что ж, сейчас я посмотрю еще раз чат. Да, я тоже вас всех благодарю. Те из вас, кто не смог по какой-то причине не успел или потом решили уже, что им нужны вот эти вот списки, ну, можете обратиться в наш по холпдеску, вам их предоставят. Где смотреть, подписан ли вуз на теологию? Я захожу, информация о подписке доступна. Нет, это не является, Ирина Львовна, теология не является коллекцией в том смысле, в котором это там. Давайте я вам покажу еще раз, где это можно посмотреть. Если вы прямо сейчас находитесь перед компьютером, вот здесь вот профильные блоки, сервисы, профильные блоки, и дальше среди профильных блоков вот здесь вот находите религия, теология. Если ваш вуз подписан на базовую коллекцию, скорее всего он на нее подписан, то вам, соответственно, вывалится все, что к этому относится. Да, в сберкассе тоже можно оплатить, но тогда собственно вам будет доступен ваш сертификат после того, как придет информация от Сбербанка нам. Ну, то есть дольше будет процесс, потому что если платить с карточки, то практически мгновенно вы на кнопку можете нажать. В общем, можно оплатить любым способом, который позволяет Яндекс.Касса. А там, по-моему, пара десятков способов разных. Если какое-то длительное время не будет доступен сертификат после оплаты, обратитесь ко мне тогда. Ну вот, давайте я теперь включу собственно свой. Я решу эту проблему. Иногда бывает просто, что не доходит до нас вовремя информация. Да, в записи будет доступен вебинар уже сегодня вечером. Надеюсь, что все будет зависеть от того, насколько быстро конвертируется вебинар в вебинарной системе. Иногда это происходит не быстро. Ну, как правило, полдня хватает. Так что, начиная с сегодняшнего вечера, можете эту запись смотреть, а также покажите ее всем, кто почему-то не дошел до нас. Вот, на ему это будет. Если кому-то из коллег это может быть интересно, просто дайте ссылку на запись. Вот, и я думаю, что тогда можно будет это спокойно посмотреть. Ну что ж, мы уложились ровно в час. Я желаю вам хороших выходных. А на следующей неделе с новыми силами приходите в Директ-Академию на новые интересные вебинары. Всего добрых!